Дорогие друзья, доброго времени суток, меня зовут Гудмен и сегодня мы пройдем бонусную главу в последней части темных измерений, которая называется Мстительная красота. Так, игра. Так, ладно, потом посмотрим уровень сложности. Да, конечно. Мы очень близко. Сэмпл будет готова к концу месяца. Что-то я не понял. Его же арестовали. Или это... Или я запутался? Какие-то близнецы или похожие доктора? Так, стойте. Значит, мы играем за Тину, которую он скинул в начале игры. Так получается. Ага, это скорее всего до событий основной главы все-таки. Тогда почему показали сценку, кто-то там идет? Или это... Все, друзья, я, наверное, понял. Я запутался. Я думал, что это сразу показывают нам конец первой части. Ой, точнее, конец основной главы, где его охрана выводит. Помните, его же арестовали. А тут такая сценка еще, что он тоже с охранниками идет и по телефону. Я думаю, странно, почему заключенному дают возможность говорить по телефону? А это получается... Да-да-да, это событие до основной главы. Все ясно. Ах, у нас была большая проблема, друзья, с коллекционными предметами. Точнее, с призрачными объектами. Поэтому я не знаю. Наверное, мы пропустили очень много их. И вряд ли соберем все вот эти вот кусочки необходимые. Но единственное, что мне в этой игре очень понравилось, это головоломки. Мой босс, как бы выразится, дипломатично увлечен исследованиями и совершенно не думает о людях. Как и большинство ученых. Хорошо, что у меня есть инструкция. Кстати, 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 покажите наш уровень сложности. Все отлично. Сложный такой должен быть. Взял табличку. Тут надо специальный ключ. Вообще, по поводу этих ученых, друзья, ну понятно, что нельзя на них вешать все ярлыки. И вообще, какому-то одному человеку, зная одного, вешать ярлыки на всех остальных, это не совсем правильно. Ну, это как бы сюда. Цветок дарует... Блин. Пасень для людей. Воздействует на человека, который пытается его сорвать. Здесь записаны результаты исследования цветка древним народом. Символы что-то означают. Вообще, есть много таких теорий, знаете, там... Можно посмотреть и в Ютубе, но это, знаете, такой источник так себе на самом деле. Потому что сверхсекретную информацию никогда не дадут опубликовать где бы то ни было. Я, по крайней мере, в это не верю. Я больше склоняюсь к тому, что... В любом случае, даже сейчас, вроде бы в наше время, где... Много таких свободных журналистов. Да, и опять здесь субтитров нету, потому что сложный режим. Я, друзья, качал английскую версию просто, чтобы проверить. Запустил начало игры, выбрал сложный режим. У меня субтитры были. То есть, это со стороны локализаторов такая проблема. Бывает. И мало кто играет, в принципе, в сложном режиме. Я думаю, кто вообще решается на такое, возможно, и с английским неплохо дружит. Поэтому не так все и плохо. Кстати, кусочки как-то я, друзья, не ищу. Наверное, не буду на них обращать внимание. Если где-то что-то увижу, тогда уже начну проверять все локации. Но так как я ничего не вижу так особо, я, наверное, заострять внимание на этом. Только в халатик проверю, который вот тут висит. Нет. Не буду ни на чем. Потому что мне кажется, что в этой главе... Да, наверное, нету. Вот я и простоволосился. Занятно. Раз, два, но еще кусочка четыре. Вообще, как-то странно все это сделано. Так, это карта. Тут явно не четыре локации будет, мне так кажется. Так вот, друзья, я не договорил. Боже ты мой. Птичье одно несчастье. К чему я все это вел? Есть множество теорий. В принципе, есть в этом какая-то доля истины. Что многие современные болезни, они, по сути дела, разработаны людьми. Самими в каких-то лабораториях. Вы же знаете, что изучается геном человека. И различные опыты проиводятся. Но какие опыты, нас с вами точно в это никто не посвятит. И вполне возможно, что тот же рак, которому уже... Я не знаю, как давно эта болезнь известна. Но, к примеру, точно, что в 20 веке, еще даже до Второй мировой войны, люди болели этим. Это есть свидетельство. Просто раньше могли диагноз неправильно ставить. Знаете, как вот, допустим, старый человек умирает. Ну, значит, от старости там. Или там сердца. Чаще всего все в сторону сердца. А может быть какие-то более такие... Не буду, не хочу в эту тему углубляться. Но просто я к тому веду, что на самом деле мы многого не знаем. И как бы мы... Не пытались кого-то обелить. Здесь в любой профессии есть люди, которые действительно только в каких-то своих фанатичных целях действуют. Считая, что они делают все правильно на благо человечества. Но, по сути дела, они могут творить зло. И я к тому, к чему все это вел, что вот в данной игре, вот в принципе, даже прослеживается такой момент, что опять все, по сути дела, началось из-за ученых. И в других играх тоже это можно увидеть. Очень часто разработчики на это обращают внимание. Что ученые во всем виноваты. Вот с этого, друзья, я хотел начать. Это вот такая вот у меня долгая прелюдия была. Ну, все-таки, мне кажется, здесь вот эти призрачные объекты не на каждой локации будут. Потому что, ну уж как-то... Я допускаю, что я их мог где-то пропустить. Но вот на прошлом, мне кажется, там, ну нигде он не влезет. Так, у нас только одна табличка. Есть какая-то панель с цифрами. Так, есть какой-то мелок. Эксперименты с... Мелки. Чего-то явно не хватает. Нужна второчка книга. Какая-то записка. Образец для экспериментов. Боже, друзья, я пока ничего не понимаю, зачем я это все беру. Логику я пока не совсем уловил. Ну, это, в принципе, специфика таких игр. В том плане, где вот такой жанр идет немножко фантастический или какой-то более научный. Там всегда вот в этом можно заблукать. Специальный ключ. Ключа у нас нет. Мне нужен мел. Мел у нас есть. Порошок из мела. Давайте сделаем. Так, это в одну сторону. Это в другую сторону. Я не знаю, что мы получим, но что-то, наверное, ценное. Остудить раствор. Ага. А чтобы остудить, надо ключ для термостата. Книжка есть у нас, кстати. Я все жду сложных паслов, друзья. Где здесь конец этой истории? Стоп. Так, так. Носовой платок и карточки. Карточки, по-моему, здесь были. Так. Так, что еще? Блин, как бы мне так попытаться сделать? Образца у нас нету. Где-то я вот это увидел. Так, по-моему, тут это было. Поместите все капсулы одного цвета в соответствующие трубы. Все ясно. Все ясно. Угу. В принципе, в теории это не сложно. Наверное. А, вот как оно работает. Все, я понял. А сколько всего их? А сколько штук? Я думал, знаете, как обычно сверху закидываешь и что-то происходит. Пока сюда помещу. А тут снизу. Так даже проще, в принципе. Образец. Угу. Кстати, обращаю внимание, еще не было ни одной сцены поиска. Это не отсюда. Ни одной сцены поиска мы еще не видели. Так. Отверточка не... Стоп. А это, кстати, что-то я мучаюсь. Может, это отсюда? Переместите колбы в соответствующее отделение подставки. Количество колб в каждой строке или столбце должно совпадать с указанным числом. Затем выберите отделение для перемещения цвет колбы. Не имеет значения. Все ясно. На цвета не обращаем внимание. Это хорошо. Ну, очевидно, что раз здесь две, то тут одна забита, одна занята. Только здесь она и может быть. Правильно? Абсолютно верно. Здесь только одна, здесь три, но всего четыре варианта. Это тоже надо убрать. Здесь быть не может. И вот здесь две колбочки надо поставить. Давайте одну вот здесь разместим. А одну вот здесь. Отлично. Так, я, кстати, даже, по-моему, призрачный объект я здесь нашел. Значит, он может быть еще в теории где-то тут. В теории. Но я в этом не уверен. Потыркаюсь тут на экране. У пипетка соти, там же есть пипеточка. Вот она. Так, все. Так, все. Все отсюда мы уходим. Тут мы все закончили. У нас такой образец есть. Вес всех элементов должен быть равен 340. Что-то я не понял, а смысл тогда было две левых, если они даже не брались. Так, тут у нас пока ничего нету. Что дальше? Надо найти молекулу, которая есть на фотографии. Ух ты. Прикольно. Так в каждой, видимо, да. Мелочи, интересно, реализована. Опять некий кусочек взяли. Складываем. Получаем кулон. А мне здесь только авторучка нужна. Занятно. Два предмета, отвертка и кулон. И, в принципе, я даже не знаю, где тут что еще можно поделать. По-моему, мы тут уже всюду побывали. О, тут что-то еще. Сохраненная авторучка. Сохраненная авторучка. Ну все. До свидания. До свидания. Кому отдел безопасности? Я хочу сообщить вам, что доктор Вандерлей собирается продать экспериментальные образцы цветка как биологическое оружие. Пожалуйста, остановите его пока еще не поздно. С уважением, доктор Тина Уорнер, биологические исследования. На каждой плитке указано направление и количество ходов. Расположите плитки так, чтобы Тина дошла до конца с последним ходом. Нажмите кнопку со стрелкой для старта. Вы не должны останавливаться на фиолетовых клетках. То есть 4 сразу нельзя, назад тоже 100. То есть первый ход будет 5-6-3. Давайте подумаем, какой лучше сделать. Но надо попасть вот сюда получается, да? 3. Я пока подбором, друзья, просто попробую. 1. 2. 4. 5. 5. 6. 10. 9. 8. 15. 12. Уважаемая доктор Уорнер, спасибо за сообщение, но, пожалуйста, имейте в виду, ваши исследования древнего цвинка пока не дали никаких результатов. Нам нужна точная информация. Кто-то прикрывает явно его. Кто-то его прикрывает. Извините за тебя. Мы должны проверить данные. Что-то, кажется, неизвестно. Уже приехали за нами. Это охрана Джеймса. Надо где-то спрятаться. Лестница, чтобы спуститься вниз. Соберите изображение людей. Выберите две плитки, чтобы обменять их местами. Используйте интернальную кнопку для перемещения плиток между панелями. Что самое тупое, друзья, здесь, что мы не знаем, где здесь, какое изображение должно располагаться. Откуда мы это можем знать? Ерунда. Опять же, полная ерунда. По этим рукам может как-то, типа, кто-то тянется точно не сюда, вправо. Может, как-то от них можно отталкиваться. Давайте попробуем. Не знаю, насколько это получится. Для меня это пока полная ерунда. Кто-то молится. Твою дивизию. Так, тут еще что-то будет. Может быть, это сюда надо. К примеру. Ага. Все хорошо, друзья. Области темнеют, значит, мы, в принципе, в правильном направлении двигаемся. Теперь давайте тут искать. Ну, даже там можно, в принципе, и не думать. Найти ту самую золотую середину. Это сюда будет. Надо тут что-то еще найти. Папоротник. Наверное, будешь ты. Все, тут сложили. Осталось тут теперь найти правильное расположение. Отлично. Так. 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 это первое место где обычно ищут в общем попросил он найти улики и тину тоже привести с собой но тулики они забрали на ее не нашли я по-моему не даже не искали лестница 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 крючок лестница суда вот видно вроде бы где-то все таки все равно у нас одной-то нету все собрано все вот здесь куска не хватает одного и тут еще вопрос большой все ли я собрал или где-то пропустил уже распутать имеешь виду надо чем-то так ух ты еще коллекция не вся собрана у нас тут части какой-то не хватает хоть что-то нашли еще не такие уж мы друзей безнадежные то гаечный ключ пока мне снимут что-то такое придумать антенна открыть машину вряд ли это отсюда хорошо куда тогда ручка доски может здесь что-то переместите от начальной точки до конечной пройдя по всем путям шпилька так здесь я вроде бы никаких друзья призрачных объектов не вижу к сожалению или к радости не знаю двигаемся дальше не здесь что шпилька это отвязать начали ты привезите данный особняк найдите тину доставьте ко мне мертвый или живой женат он тоже самое по телефону в принципе сказал и вот и 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 нужны ящики у меня только один этим предмет коллекции деталь замка кому добрый пёсик ящик не спокойно дал без каких-то там проблем так он живет в особняке возможно джеймс уже сделал кому-то выгодное предложение возможно у нас деталь замка кстати друзья еще не было ни одной из сцены поиска хватает двух частей механизма отсутствует деталь замка жесть просто это поразительно когда нету ни одной сцены поиска настолько редко встречается вот после этого не хвалить эту игру как бы ну вот в этом плане это это очень смелый ход тут какой-то пазл сколько друзья здесь пазлов это это очень здорово с не брать сюжет блин то здесь довольно неплохая игра получается да графически или как-то стилистически она не подходит под серию чего все начиналось но в плане всего остального блин здесь я не знаю тут только хвалиться и радоваться надо что одни практически мини игры нам попадаются поэтому двоякое впечатление у меня от игры ой 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 как это понять они местами как-то меняются а это просто все я понял от кого-то этот н тайны производства оружия катастрофа не произошла все данные были восстановлены надежно спрятан уверяю вас мы найдем причину утечки информации джеймс как у нас есть скальпель так так скальпель 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 нет не здесь что-то тут по моему где-то нет отремонтировать провод а тут одна фотография думал может надо что-то порезать где-то так еще можно на улицу выйти и может тут в кустах поковыряться чуть-чуть так удалите розы перепрыгивая через них пока не останется только одна выберите розу затем выберите место для прыжка кто прыгать будет так а все я понял что заголовок нет не понял ничего не понял ну хочешь первый ход только вот такой неудобно все сделано здесь сказал по идиотски даже видимо все нет еще есть ход такой 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 такой и такой так тут что-то еще кто-то закопал кого-то надеюсь не так все страшно там собака нас дальше не пускает но в доме там целая кипа пазлов и у нас две фигулины каких-то есть вот они так переместите зеленую цепочку на три зеленые справа все я понял это довольно сложный может быть пазл друзья я с таким сталкивался но тут видимо он не будет столь специфичен как это то что какой-то игре у нас была такая вот головомка она очень была сложная вот принципе все я не знаю что сейчас выключу я так мы взяли детали замка и рычаг части призмы призмы никакой не знаю цветочек явно фотографии тоже нету вот это по моему отсюда направо драгоценность можно передвинуть в том же направлении ну так это вообще просто слушайте первоклашки жили сына поиска 1 ух ты я уж думал это будет прорыв это как пазл получается позвонить установить цену биологического оружия так мы взяли список дел тут что-то еще бралось только что так прицел прицел нигде не видно винтовка а значит тут составные части вот прицел мозг может быть здесь так и печать может ком-то ящики в книжке а вон печать лежит горелка но тут уже попроще должно быть вот здесь кстати смотрите помните я обращал внимание какие некачественные сцены поиска в игре в том плане что очень мало предметов надо найти то есть вначале мы ищем 5 предметов одного какого-то там помните такие моменты были 5 1 5 другого потом их вставляем в центре какие-то монетки у нас появляется список предметов но из тех из того что остается на локации там вот практически вот эти 10 предметов или там 8 они и остаются то есть по сути дела можно даже снизу ничего не читать а просто вот эти предметы они ярко выделены на них нажимать вот здесь все-таки получше справились я бы сказал вот эта воронка допустим очень красиво вписывалась в то что мы видели кстати призма нам нужно было в одной головоломки призма и лягушка лягушка наверно будет какой-то экспонат где-то типа того да так призма призма это интересно не вижу призма друзья не вижу пилочка всякая там какие-то баночки различные это призма была часть призма может быть но не до так по моему вот здесь фотография блин я сразу не запоминал все вот сюда на нашем ты переместился вот сюда ты переместиться должен можете что мне с таким тупым цветком делать такое усложнение специальная или как ладно давай тебя подвинем ты где-то что-то мы взяли все и что-то мы взяли что-то мы взяли так что-то мы взяли Пцена поиска, еще одна. Пилочкой что-то еще доделать надо. Ага, вскрыть раковину, чтобы взять жемчужину. Формула. Куда же эту формулу так присунуть тут? Салфетка. Песочные часы, по-моему, я их где-то видел. Вот они, топливо. Топливо, топливо. Что может быть топливом? За что угодно. Сейчас источников энергии. Хватает. Зеленая жидкость. Надо с чем-то где-то что-то смешать. Видимо, вот так это сделать. Так, ищем, друзья, где здесь топливо. Честное слово, я не наблюдаю пока его. Пам-пам-пам. Ох, как я нажимался. Первый раз, наверное, такой. Ну, красивая такая сценка. Топливо. Топливо. Блин. Да не вижу я это топливо. Друзья, что делать? Я топливо не вижу. Топливо. Пам-пам-пам-пам-пам. на этом земле можно было покопаться в одном месте там видно какая-то косточка для собаки будет скорее всего так так ну что друзья тут ничего тоже нету никаких призрачных объектов ничего здесь мы все доделали это сразу локация это очень сильно испугало большим количеством всякого этих мини-игр косточка все банально иди погуляй песик нам надо пойти дальше так ну что тут будет какой-нибудь призрачный объект недостающие ручки карта символами одна из двух только странно что здесь нигде коллекционного предмета нету правда смотрите как подозрительно необходимо найти цветок как можно скорее разработать жизнеспособный прототип джеймс сюда по центру ехать что можно сразу вправо или влево то потом может попасться две впадают при преграды есть это сейф . так так да да это так я жива осталось найти цветок рыночем джеймс доберется до меня к сожалению мы знаем финал эта история вот такая местность как там не больше располагать мета приключениям еще еще не вся коллекция собрана учета не хватает а где здесь что включить чтобы посмотреть работает или нет наше устройство да ладно так пум-пум-пум что еще ключи карта символами нет ты не отсюда наверно на вороток что-то надо будет с карты символом сделать ухты ворону будем гонять так найдите выделенные на компасе символы чтобы определить путь к цветку указанный на компасе вот он он не так засвечивал было бы немножко проще так дальше если я ошибусь то что самого начала так ощущение что ходим и кругами по-моему я здесь был упс ну что друзья сказать в общем вот такая получилась бонусная глава сейчас хочу еще посреди один момент можно ли сейчас пройдя все взять каким-то образом такое за кадром это мы могли посмотреть и раньше можем ли мы где-то коллекционные предметы добрать то что нам не хватает где-то мы не взяли вакуумную лампу друзья нет наверное сделать нельзя и головоломки мы тоже где-то не насобирали в общем вы знаете тут наверное есть конечно и и точнее естественно тут есть моя вина что я все-таки не столь внимательно играл но вы знаете я изначально как-то настраивался не очень оптимистично по поводу этой игры мне оценки смутили 3 1 3 5 а по сути дела если немножко абстрагироваться от сюжета который здесь в принципе получился так себе мягко говоря учитывая прошлые части и ничего интересного здесь не нужно нельзя было ждать потому что здесь идет самостоятельная сюжетная линия которая в принципе немножко отличается даже не немножко отличается от того концепта который мы видели в самом начале серии то есть там сюжет был связан между собой был один персонаж у него была общая цель которая продвигалась между каждой из частей вот здесь все-таки сейчас модно делать одна часть хотя почему модно я не знаю модно не всегда хорошо с одной стороны мы вот здесь ну вот сейчас именно практически подавляющее большинство игр в этом жанре делаются по такому принципу что в одной части есть один сюжет и никаких элементов каких-то сюжетных нюансов не переносится в следующую другую часть почему не знаю хотя вот мы с вами прошли на канале несколько игрушек студия лавар которые имели две три четыре части или одну и можно сказать что это высший пилотаж и действительно если грамотно продумать сюжет и разбить его на какие-то вот части это будет наверное очень и очень круто почему сейчас это не реализуется практически единственное что вот все таки я почитал и узнал от вас за что вам огромное спасибо что студия five band games вот продолжает эту славную традицию небольшого количества частей выпуска то есть и сюжетно эти части между собой связаны что самое главное можно сделать и пять и шесть частей но это очень сложно чтобы вот герой был заинтересован начиная с первой и заканчивая последней частью здесь мы этого не видим поэтому сюжет здесь явно идет минус и портит все впечатление от игры второй момент еще один главный минус это рисовка опять же рисовка не соответствует году выпуска я как правило когда я раньше занимался профессионально написанием обзоров оценивал писал некоторые издания вы знаете я всегда оценивал графику для меня это было вообще не в приоритете хотя если брать современные тенденции график идет на одном из первых мест потому что вы посмотрите в любую студию которая занимается разработкой компьютерных игр там в первую очередь нужны хорошие дизайнеры художники зависимости от жанра вот и потому что по большей части сейчас аудитория стала более казуальной чем было пять десять лет назад и они в первую очередь смотрят на внешний вид игры а не на ее внутрянку внутрянка это больше для от флагов для ускульщиков кто там поиграл в какие-то топовые проекты где было много много пикселей больших пикселей а вся прелесть была вот именно в этих пикселях а в том что пряталась за ними сейчас разработчики берут совсем другим и посмотрите даже просто мобильный рынок игр там тоже самое там очень много красивых красочных игрушек но абсолютно безвкусным геймплеем и а про сюжет я вообще молчу там фактически вот даже нету там две строчки вначале напишут и все то есть вот здесь даже вот это не выдержанно хотя я на это вниманием не обращаю обычно но все-таки темные измерения изначально позиционировались как хора то есть под хоррор в жанре поиск предметов такой поджанр и здесь этого нету потому что очень я люблю это слово слащавые цвета и они не соответствуют вот именно вот этой атмосфере то есть надо как-то было более как-то темно серо все сделать мрачно потому что герои в принципе располагают злобный дядька в очках почему бы и нет много злодеев прошу друзьям не извинить много злодеев в современных ужасниках носят очки то есть это как бы если этот образ правильно проработать получится очень харизматичный дядька такой знаете с кими-то элементами какой-нибудь там шляпку правильную подобрать там не знаю пальцев пару отрезать условно вот что был какой-то образ запоминающийся понимаете то есть и было бы интересно и круто но разработчики почему-то этим не занимались но это главные минусы но если нет еще один минус это музыка она абсолютно не вписывается я тоже про это говорил в прошлый раз она абсолютно не вписывается в то что мы видим на экране потому что музыка это тоже в хорроре это одна из самых главных элементов может в каком-то другом жанре можно музыку сделать чуть хуже и она не будет являться главным критерием игры главное чтобы она не надоедала но в хорроре звуки и музыка это один из главных нюансов игры если не подобрана правильной мелодии не сделаны правильно вот эти аккомпантименты вот эта озвучка эта фоновая музыка нужные скрипы вы не почувствуете этой самой атмосферы хорроров опять минус в сторону то есть три больших жирных минуса но из плюсов хочу отметить это сцены поиска это куча куча головоломок причем несколько довольно сложно встречается в основной главе и из плюсов я отмечу все-таки бонус он такой компактный фактически там была только одна сцена поиска разделенной на два раза вот и очень много-много мини-игр но сюжет посредственный как в принципе основная глава но по сути дела тут ничего нового и не придумаешь и сюжет заново не напишешь еще хочу отметить очень интересно все-таки спрятаны коллекционные предметы морфинг объекты если вначале они встречаются по всей видимости на каждой локации то ближе к финалу разработчик начинает хитрить я не знаю получилось у него это сделать так умышленно или нет но тем не менее это работает в конце действительно сложно понять где есть коллекционный предмет где его нету где есть морфинг объект а где он отсутствует то есть вот пройти такая солянка то есть и вкусные элементы есть и невкусные и получилось вот честно не понятно что на фоне прошлых частей я поставлю этой грей 7 баллов с большим таким жирным минусом то есть кто просто хочет насладиться геймплеем таким неплохим интересным с кучей головоломок не сильно такой знаете захламлены сценами поиска в принципе в эту игрушку поиграть можно но если вы фанат серии и вы любите сюжетные игры в жанре поиск предметов вам эту игру даже не стоит пробовать играть потому что здесь ничего интересного нету вы просто потратите свое время то есть кто хочет хорошего геймплея хорошего неплохого добротного с некоторыми интересными такими новаторскими идеями пусть не до конца они их развили то пожалуйста можете поиграть а вот если ждете чего-то более глубокого вам к сожалению не сюда смотрите в сторону стареньких игрушек а лавар на этом друзья все большое вам спасибо за просмотр играйте только в хорошие игры всем пока пока и до новых встреч и и и и и